А вот один из фаворитов этого турнира, Микки Андо. Чемпионка мира, некогда чемпионка мира среди юниоров. Здесь ни разу, кстати, не выступала. Решила, видимо, покататься для пущей уверенности. Так складывается её карьера, что она уже три года даже в Японии не может чемпионат выиграть. Ещё одна композиция Сенсанса, Самсона Далила. КОНЕЦ 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 Возможного в своей программе старался не упустить ни одной важной детали, потому что те соревнования, которые здесь сейчас проходят, это для нее лучная встреча с Мао Асадо и в какой-то мере с Фуми Сугури. Еще должна была Микки Анду соревноваться и с Юна Ким, кореянкой, но та, как вы знаете, снялась из-за травмы. Два тройных прыжка в каскаде, причем второй прыжок Риттбергер. Не очень довольна, по-моему, Микки Анда своим катанием. Наверное, не получились какие-то нюансы и детали, над которыми, может быть, работали. Но если даже она наберет на 5 баллов меньше своего лучшего результата, все равно она здесь будет лидером. Вопрос, как долго она будет лидером с этим результатом. Вообще она почти 68 баллов набирает. Набрала в прошедшем сезоне на чемпионате мира. Сейчас, я думаю, еще не уровень чемпионата мира в ее катании. Но уже где-то близко. За технические элементы. 32-61. Пока это высший результат, но не намного больше, чем у Гемуазидиновой. И 27 баллов. Что там у Гемуазидинова напрыгала на 32 балла? И 27 баллов, это на 4 балла больше, чем у ближайшей преследовательницы. Сейчас она набрала 60 баллов.